Приветствую вас, уважаемые сыровары, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим очень необычный сыр, ничего подобного мы еще не делали. Итальянский сыр Канистрата в переводе означает корзина. Ну там какое-то слово, похожее на Канистрата, означает корзина, не буду вас утомлять. Для приготовления этого сыра мы используем вот такую вот форму, чтобы он у нас был... Ай, капает на автоматику. Чтобы он у нас был оригинального вида и оригинальной формы, используем вот такую вот форму в виде корзинки. Этот сыр имеет очень интересный рецепт приготовления, но вот практически, я же говорю, ничего подобного мы еще не готовили. И не менее интересный процесс вызревания. Давайте я приступим. Готовим на сыроварне нашей с Ларисой разработки. Можно готовить в обычной водяной бане. Две кастрюли, больше и меньше. Наливаем воды, в общем, делаем классическую водяную баню и в ней готовим. Сегодня Канистрата мы готовим из 15 литров непастеризованного молока. То есть молоко охлажденное, вчерашние дойки. Недавно задали вопрос, сразу же хочу на него ответить. Звонит мне подписчик по телефону, попросил номер телефона для того, чтобы посоветоваться. И задает вопрос. Я собираю молоко таким образом. Вчерашнее вечернее, вчерашнее дневное, вчерашнее утреннее и позавчерашнее вечернее. И у меня не получается сыр. Действительно, в этом может быть проблема. Сгусток может не формироваться. То есть лучше использовать все-таки молоко только вчерашней дойки. Позавчерашнее это уже чересчур. Но в то же время и сегодняшнее молоко не сыропригодно. Оно должно вызреть. Идеально это вчерашнее молоко. И, конечно, самый идеальный вариант это молоко с одной дойки. То есть не с трех собирать все-таки, а делать с одной. Но я понимаю, что не у всех это возможно. Не для всех это возможно купить такой объем молока. Но тут варианта два. Либо найти нескольких поставщиков, либо уменьшить порции приготовления сыра. Потому что, как правило, позавчерашнее молоко имеет уже достаточно высокую стартовую кислотность. Даже если его хранить охлажденным. Все равно кислотность повышается. И в результате часть густка у нас получается дряблая. Часть зерна начинает всплывать. И нам достаточно сложно работать. Ну вот такая вот коротенькая информация. Итак, этот сыр готовим из 15 литров непастеризованного молока. Молоко забрали у фермеров. И обязательно перед тем, как начинать варить сыр, процеживаем через марлечку. Из ингредиентов нам понадобится термофильная закваска прямого внесения. Молокосвертывающий фермент. Можно использовать в принципе любой молокосвертывающий фермент. Мы используем микробиальный молокосвертывающий фермент. Очень хорошо себя зарекомендовал. И порошок хлористого кальция разводим до 10% раствора. 10% раствор это значит 9 мл воды и 1 грамм хлористого кальция. Также подходит хлористый кальций, купленный в аптеке. Аптечный хлористый кальций. Никакая это не химия. Друзья часто говорят в лог, много химии. Хлористый кальций это не химия. Это соль кальция. И я рекомендую использовать хлористый кальций как в непастеризованном, так и в пастеризованном обязательно, но рекомендую использовать в непастеризованном молоке. При Советском Союзе, кстати, хлористый кальций деткам давали пить в растворщике. Все ингредиенты от интернет-магазина сырок.com.ua. Ссылочку найдете в описании. Я всегда рекомендую этот интернет-магазин, потому что ингредиенты очень высокого качества, очень классные. И фермент очень классный, и плесень очень жизнеспособный. Мы с ларисой очень довольны. Очень довольны гигиеной, очень довольны упаковкой и самой продукцией. Для жителей бывшего Советского Союза, для жителей СНГ, в описании найдете название культур и дозировки. Сколько на 15 литров молока их носить. И в принципе, к сожалению, наши интернет-магазины недоступны в Российской Федерации. Но у вас в России, друзья, есть отличный магазин Здоровеева. Там можно купить абсолютно все, поэтому тоже можете им пользоваться, если нет возможности купить. А, конечно, у нас, я в Украине, я рекомендую интернет-магазин сырок.com.ua. Ладно, давайте теперь о оборудовании, что нам понадобится. Из оборудования нам понадобится, естественно, сыроварня, о которой я уже сказал, или кастрюля. Вот эта вот форма, которую мы с вами обсудили в начале. Также нож или лира для порезки сгустка. Но лира не заменяет полностью нож. Потому что вертикально мы режем ножом, горизонтальной лирой. Сейчас занимаюсь разработкой универсальной лиры, которая бы резала и горизонтально, и вертикально. Но это немножко в будущем. И вот такая вот шумовочка, если у вас, опять же, нет чудесной сыроварной смешалкой, для того, чтобы мешать сгусткам. Начнем с нагрева молока. Включаю нагрев. Нагреваем молоко. Ну, мешалку сразу же включу, чтобы оно быстрее нагревалось у вас. Нагреваем молоко до температуры 32 градуса. К этому времени у нас должен быть готов раствор хлористого кальция. Забыл сказать одну важную вещь. Для приготовления этого сыра, я же говорил, что он очень необычный, нам понадобится еще кастрюля для приготовления рикотты. То есть на тот момент, когда мы будем формировать головку, нам надо будет быстренько из сыворотки приготовить рикотту. В общем, тут очень интересная технология. Я не буду забегать вперед рассказывать, но если вы собрались делать сыр, сразу же готовьте сыроварную или кастрюлю отдельно, а кастрюлю для рикотты тоже приготовьте сразу же, потому что мы с ней дальше будем работать, друзья. Молоко нагрелось до температуры 32 градуса. Вносим раствор хлористого кальция из расчета 1 мл 10% раствора на 1 литр молока и хорошенько перемешиваем. Если у вас мешалка, то останавливаем перемешивание и рассыпаем термофильную закваску прямого внесения по поверхности молока. Даем ей регидратироваться в течение 5 минут. Хорошенько перемешиваем молоко, либо с помощью мешалки, либо шумовкой. Если перемешиваем шумовкой, то движениями вверх-вниз. После того, как перемешали, накрываем крышечкой. Мешалку, естественно, выключаю. И оставляем молоко созревать на 30 минут. Поддерживаем температуру 32 градуса. Через полчаса внесем молокосвертывающий фермент. Молокосвертывающий фермент в любой форме до внесения за 10 минут разбавляем 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Хорошенько перемешиваем молоко и засекаем время. Включаем секундомер. Теперь нам надо определить точку начала флокуляции или точку начала образования сгустка. Для этого на поверхности молока помещаем стерильную капроновую крышечку. Сейчас крышечка свободно крутится. Каждые 5 минут прокручиваем крышечку и ждем времени, когда крышка начнет прилипать. Через 15 минут крышечка прилипла. Вот такой вот эффект, как на резиночке видим. Значит, начал формироваться сгусток. Умножаем в начальное время 15 минут на мультипликатор. Мультипликатор для данного сыра 3. Получаем 45 минут. И оставшееся число минут поддерживаем сыр при заданной температуре, то есть 32 градуса. Через 45 минут можем проверить готовность сгустка. Снимаем нашу крышечку, делаем вот такой надрез, отводим в сторону. Если края надреза глянцевые и ровные, значит сгусток полностью сформировался. Тест называется на чистый разрез. Если края по какой-то причине рваные, и сгусток остается на ноже, которым вы режете, можно подержать его еще 5 минут. Теперь начинаем резать сгусток. Вначале режем на полосы по вертикали. И вот, друзья, я раньше в видео не говорил это, сейчас, руководствуясь опытом, могу советовать при работе с любым сгустком после каждой операции с надрезом оставлять сгусток на несколько минут, чтобы он немножко отдохнул. Вот порезали в одну сторону, минуты на три оставили в покое. Порезали в другую сторону, а пять минуты на три оставили в покое. Так реально зерно получается значительно более стабильное и работать с ним проще. Через три минуты разрезаем сгусток пинпендикулярно. И опять-таки оставляем его после разрезания на 3-4 минуты. Столбцы у нас должны получиться меньше сантиметра. Желательно там миллиметров 6-7, вот такие вот, не очень крупные. Через 3-4 минуты разрежем сгусток по горизонтали. Я это буду делать лирой. Если нету лиры, то можно сделать тем же шампуром, введенным под углом 90 градусов. Опять-таки оставляем сгусток отдохнуть теперь уже минут 5-7. За 7 минут зерно осело на дно. Теперь, друзья, начинаем его вымешивать. Причем вначале вымешиваем очень медленно, очень аккуратно. Потому что зерно очень нежное. Через некоторое время начинаем оно уплотниться, начнем вымешивать более интенсивно. И поднимаем температуру до 45 градусов. Причем этот процесс должен занять у нас не меньше где-то 30-35 минут. Вот так вот. То есть достаточно медленно поднимаем температуру. Все это время вымешиваем зерно. Прошло полчаса, зерно нагрелось до нужной температуры. И теперь имеет вот такой вот вид. Оно округлилось, стало упругенькое. И с такими гладенькими краями. Останавливаем вымешивание. И минут 5 ждем, пока зерно осядет на дно. После того, как зерно осело, отбираем всю сыворотку до уровня зерна. Делаем это через дуршвичок, чтобы если вдруг у нас в ковшик попадет зерно, то мы его не вылили в будущую рикотту, а вернули назад. Слитую сыворотку быстренько передаем Ларисе, чтобы она делала из нее рикотту. Держишь, Лариса? Держу. В это время начинаем формировать нашу головку. Для этого застилаем форму марлечкой и формируем головку под слоем сыворотки. То есть вот так вот помещаем саму форму сюда в зерно и наполняем ее. Время от времени немножко разглаживаем и приминаем вот таким вот образом. Наполненную форму оставляем в сыворотке прессоваться, самопрессоваться, вернее, на 5 минут. Вот так вот пусть она в тепле постоит немножко. Можно даже взять, попроливать какой-то емкостью. У меня тут еще пару зернышек, попроливать теплой сывороткой. Извлекаем форму из сыворотки. Какой-нибудь дренажный коврик сюда. У меня дренажные коврики неподходящие, потому что для этой формы не вырезал. Закрываем тканью. Помещаем сверху пресс и прессуем 15 минут весом 2,5 килограмма. Через 15 минут извлекаем сыр из формы. Аккуратненько это надо делать. Он еще не полностью у нас сформировался. Вначале эти дренажные коврики. Плохо, что форма не имеет пресса. Теперь как-то здесь, даже не знаю, как его свернуть, чтобы он не сильно деформировал сыр. И прессуем еще 15 минут на другой стороне. Пока сыр еще теплый, у нас есть все шансы сохранить после прессования форму. В общем, через 15 минут его будем извлекать уже из нашей марли. По прошествии 15 минут извлекаем сыр из формы и будем его извлекать уже из марли. Данный процесс прессования будет без марли. Чтобы он у нас в этой корзиночке принимал корзинистую форму, так сказать. Не этой стороной. Мне его надо в корзинку поместить. Корзинка коническая. Соответственно, и сырок получается конический. Опа! Залазь сюда, дорогой сырочек. Опять-таки, друзья, повторяем всю процедуру 15 минут с одной стороны и 15 минут с другой стороны. К этому времени у нас уже должна быть сварена, то есть сейчас вполне нормально для приготовления рикотты. То есть как раз вот 4 переворота по 15 минут в час. К этому времени у нас уже должна быть снята рикотта и сыворотка охлаждена до 70 градусов. По прошествии часа сыр я переворачивал 4 раза, друзья. Видите, он уже имеет форму вот этой корзинки. Она отпечаталась на нем за два последних переворота без марли. Сыворотку, отделенную от белка. То есть рикотту мы сняли с этой сыворотки. Ну и рикотту будем использовать по назначению отдельно. Саму сыворотку охладили до температуры 71-71 градус. И помещаем сюда прямо в форме наш канистрата. Утонул. Оставляем его на 90 минут. Через 90 минут извлекаем наш сырочек. Вот такая вот красотуля у нас вкусно пахнущая. И оставляем его самопрессоваться. То есть без всякого веса, без всякого груза. Накрываем просто полотенечком, чтобы он не сильно обсыхал, обветривался. И оставляем его таким образом на 24 часа. В течение этих 24 часов один раз сыр перевернем. То есть в форме просто переворачиваем на другую сторону и пусть прессуется, образовывается красивый рисуночек. А потом приступим к засолке, друзья. Через 24 часа можно приступить к посолу. Наверное, один из самых красивых сыров в моей жизни. Мне так нравится его форма в этой форме. Форма в форме. В этой корзинке. Буду еще готовить некоторые рецепты в этой корзинке. Но об этом потом. Друзья, вот такая головочка получилась. Кстати, необходимо ее взвесить. Одну секундочку. Итак, наша головка сыра из 15 литров молока весит 1300 грамм. 1297. Ну, тоже неплохой результат. Конечно, могло бы быть и больше, если честно. Мы еще получили нормальный выход рикоты. Почему-то из этого сыра такой выход рикоты был достаточно нормальный. Друзья, я приготовил 20% солевой раствор. Рассол. То есть, 4 литра воды. 1 килограмм соли. Нагреваем до кипения. Охлаждаем. Процеживаем. Добавляем 4 грамма сухого хлористого кальция и 4 чайные ложки уксуса. Этот рассол можно использовать несколько раз. Отправляем наш канистрата на засолку. Вот, отлично. Он уже плавает. Смотрите. Значит, этот сыр достаточно плотный. Потому что мы его практически варили. Поэтому засолка должна длиться немножко дольше. За основу, наверное, возьмем 24 часа на килограмм сыра. То есть, вот где-то 26 часов его буду засоливать. После этого, опять же таки, потому что сыр имеет очень плотную структуру, он уже, как вы видели, я его извлекал из формы, немножко подсох. Высыхает он очень быстро. Поэтому обсушки его подвергать не будем. Сразу же отправляем в камеру для вызревания температура 10-11 градусов, влажность 80%. Собственно говоря, стандартные условия для приготовления сыров. Вызреватель у нас будет в контейнере. Первые две недели каждый день головку сыра переворачиваем. Два раза в неделю протираем сыр. Один раз в неделю. То есть, всего два раза в неделю. Каждую неделю два раза. Один раз, допустим, вторник протираем оливковым маслом, четверг винным уксусом. Эту процедуру повторяем две недели. То есть, вторник-четверг, вторник-четверг. Вот мы будем делать то же самое. Через две недели мы приготовим еще одну протирку специальную для канистрата. Она уникальная. И как раз он у нас будет на первых стадиях созревания. Мы покажем вам, какой он получился. И я расскажу о этой специальной протирке. И потом уже будем протирать его. Ну, в общем, все увидите через две недели, друзья. До встречи. Прошло две недели и канистрата выглядит вот таким вот образом. Мы исправно, это достаточно мягкий, внутри сформировалась хорошая корочка. Мы исправно протирали его маслом и уксусом. Теперь, друзья, пришло время приготовить новую протирку. Готовим 6-ти процентный раствор соли. 6 граммов соли на 100 миллилитров воды. И теперь нам понадобится либо пищевая зола, либо молотый активированный уголь. У меня золы нету, поэтому использую активированный уголь. Все это хорошенько размешиваем. Нужен вот такой черный рассол. Вооружаемся марлечкой и начинаем протирать срок вот этим вот рассолом в течение следующих 3-4 недель каждые 3 дня. У оригинального канистрата вот такая будет формироваться черная корочка. Такой он должен быть. Не знаю, красиво это получится, некрасиво, но так нужно. Протираем его и опять в контейнер на созревание. Через 3 дня ну естественно немножко обсушим перед тем как помещать в контейнер чтобы обсохла эта влага. Через 3 дня опять протираем и опять на созревание. Рассол храним в любой посудине закрывающейся крышечкой. Вот я приготовил баночку в которой он будет храниться. Ну вот как-то так друзья. Пусть созревает у нас еще ну наверное месяц будет созревать то есть полтора месяца я думаю будет достаточно будет у нас такой канистрата дольче. Вот как-то так. Прошел месяц и канистрата готов к дегустации. Вот такая вот головка получилась красивая. Вызревал он у нас в нашей камере для вызревания сыров. Ссылочку на видео о том как из обычного холодильника сделать камеру для вызревания сыров и колбас найдете в описании видео. Также если что-то будет непонятно можете связаться с нами. А теперь друзья давайте зарежем и продегустируем что же у нас получился. Напомню что это канистрата достаточно у нас свежий его можно выдержать дольше можно выдерживать даже до года чтобы получился твердый сыр. Но мне не хотелось твердый сыр мне хотелось именно такой ломтевой хороший ломтевой сырочек собственно говоря что у нас и получилось. крупный план как мы всегда делаем интересные такие полоски это зола оставляет на сыре ну по-моему сырок по-моему сырок очень интересный очень классный ну дорогие друзья такой вот канистрата сыр эластичный совершенно он не высохший правильные условия созревания были ему созданы как видите ну и собственно говоря как я уже говорил его можно выдержать значительно дольше но у меня такого желания нет вот такая вот красивая корочка была сформирована за счет протирания протирали мы его усердно так сказать все время давайте будем пробовать не буду вас томить итак молодой канистрата не знаю как эта корочка съедобна или нет потому что у нас такие сыры не продаются поэтому буду ее обрезать по запаху сливочный запах без то есть вот обычный сырный запах но вообще сыр достаточно легкий в приготовлении и достаточно ординарный на мой взгляд очень кстати мне кажется хорошо очень хороший сыр для первых ваших варок для первых сыров потому что все никаких с ним сложности нету если брать по сложности от одного до пяти один самое легкое опять самое сложное то это сыр на двоечку где-то по сложности хороший хороший сырный такой сливочно сырный запах никаких примесей никаких грибных там ореховых ароматов нету ну что же нам покажет вкус вкус интересный сейчас я разберусь чуть-чуть сладковатый немножко в послевкусе все-таки ореховый привкус присутствует и сыр очень ароматный причем он ароматный не по запаху а ароматный по вкусу достаточно яркий такой многограммный вкус очень очень легкий ореховый привкус и хороший сыр не кислый для тех кто не любит кислые сыры этот сыр не кислый он именно сырный знаете на что он похож вот что-то среднее между российским и голландским сыром хорошим настоящим голландским сыром ну наверное или хорошим российским сыром но если российским то времен времен нашего детства таким какой российский сыр был тогда сыр станет ну во-первых его можно повседневно использовать как бутербродный ломтевой сыр помимо этого он станет достойным украшением любой сырной тарелки на праздничный или на повседневный стол я думаю что он хорошо подойдет красному сухому вину вот на мой взгляд и так же с фруктами с виноградом с клубникой этот сыр можно будет подать в составе такой фруктово-сырной тарелки друзья с удовольствием вам представляем рецепт сыра канистрата сыр неординарный я думал что все-таки он будет совершенно ординарный по вкусу он далеко неординарный попробуйте приготовить рецепт очень легкий скоро на сайте интернет-магазин сырок.com.ua появится набор для приготовления сыра то есть полностью готовый набор на 5, на 10 или на 20 литров можно будет купить появится рецепт ну и собственно говоря все ингредиенты для жителей стран СНГ для всей русскоязычной аудитории все ингредиенты в описании видео спрашивайте постоянно какой в России интернет-магазин в России хороший интернет-магазин здоровеева в описании видео найдете ссылочку с промо-кодом на скидку 5% для заказа любой продукции в интернет-магазине сырок.com.ua ну вот собственно говоря друзья на этом все сырок зачетный с удовольствием я вам представляю рецепт если есть какие-то вопросы по приготовлению пожалуйста под видео в комментах на все вопросы абсолютно отвечаем мы с Ларисой в обязательном порядке ни одного вопроса не оставляем вас внимания ну и конечно призываю вас чтобы не пропустить новые интересные сыры интересных сыров в ближайшее время будет очень много подпишитесь поставьте колокольчик ну если считаете что мы с Ларисой заслужили поставьте нам лайкосик друзья всего доброго пока пока Продолжение следует...